Здравствуйте дорогие друзья! Периодически натыкаюсь на такие вопросы Люди интересуются Какой ELM 327 лучше и какой лучше покупать 1.5 или 2.1 версию, Wi-Fi или Bluetooth И вот хочу сразу же вам сказать, все кто задается этим вопросом Рассматривайте только 1.5 версию 2.1 версию вообще не рассматриваете Понятно, что он на некоторых автомобилях работает, в том числе на Skoda Yete 2.1 версия работает На Honda Jazz я проверял, 2.1 версия работает На ряде автомобилей версия 2.1 работает Но есть большое количество автомобилей, которые с 2.1 версией ELM адаптера не дружат вообще Поэтому сразу же рассматривайте только 1.5 версию Потом люди задаются вопросом Какой выбрать все-таки большой, вот такой ELM 327, либо маленький с кнопочкой выбрать в каком корпусе получается Люди интересуются Опять же, здесь по идее разницы быть не должно Но я натыкался на такую информацию, что якобы вот эти большие более надежные и работают лучше чем маленький с кнопочкой, либо без кнопочки Я не могу сказать, что эта информация достоверная либо недостоверная Я решил прислушиваться и заниматься только вот такими большими ELM Поэтому, не знаю Ваше дело верить в это или нет Не знаю Я сам не могу вам точно сказать Опять же, люди интересуются Какой выбрать все-таки ELM 327 С Wi-Fi либо Bluetooth На самом деле Если у вас Android устройство и вы ну, вам без разницы скорость передачи информации то вы можете и Bluetooth воспользоваться В принципе у Android ну, Android устройство и Bluetooth и Wi-Fi работают нормально А вот у iPhone они только могут коннектиться с ELM 327 Wi-Fi На самом деле функционал у них ну, идентичный можно сказать но скорость передачи у самого Wi-Fi выше чем у Bluetooth Поэтому те же самые допустим отображения тех же самых оборотов двигателя у вас будет гораздо ну, быстрее эта скорость передачи вы допустим нажали на акселератор у вас стрелочка дернулась также вы увидите сразу же на своем Android устройстве как быстро обороты меняются Bluetooth запоздания будет немножко больше но опять же оно не критичное запоздание будет поэтому рассматривайте только 1.5 версию но если для вас существенно скорость передачи то Wi-Fi либо если вы пользуетесь айфонами либо если для вас это все не критично и вы хотите там сэкономить ну, пару сотен там буквально разница небольшая 100-200 рублей между этими двумя адаптерами на Алиэкспрессе либо ну, в магазинах может разница и выше быть но на Алиэкспрессе разница небольшая так что дело за вами а в них большой разницы нет даже сейчас попробую вам продемонстрировать что разницы в них практически никакой нету только именно скорости передачи ну, давайте подключим для начала Bluetooth адаптер к автомобилю автомобиль сразу же завел давайте перейдем к экрану моего телефона за кадром я уже выполнил все настройки адаптера и синхронизацию его со смартфоном и сейчас давайте вот покажу вам вы видите сейчас смартфон и видите мой тахометр сейчас нажму на акселератор и вот попробуйте определить вот как Bluetooth работает ну, скорость передачи данных через Bluetooth видите какое запоздание есть ну, оно не критичное но оно есть считывание ошибок производится абсолютно одинаково уж здесь не буду время тратить и показывать как оно считывается и что там что там сейчас ошибки не найдет потому что у меня их нету вот давайте покажу вам какие приборы могут добавляться открываем меню нажимаем и удерживаем добавить прибор выбираем и смотрим вот обратите внимание все что подсвечивается светло-зеленым либо ярко-зеленым вот эти приборы могут быть добавлены либо добавлены уже и разницу между Wi-Fi устройством и Bluetooth устройством вы не увидите абсолютно сейчас я вам демонстрирую какие приборы можно добавить на устройстве Bluetooth после я продемонстрирую вам на устройстве с Wi-Fi все давайте теперь перейдем к ELM работающему через Wi-Fi как видите здесь запоздание немножко меньше конечно оно все равно присутствует но немножко меньше так а теперь давайте покажу приборы которые можно добавить на ELM работающему через Wi-Fi также обратите внимание на приборы которые подсвечиваются светло-зеленым либо ярко-зеленым цветом настройки к кем-то ну все все прошли приборы по мне так ничего никакой разницы абсолютно нет если вдруг вы заметили какое-то разночтение что на устройстве работающем через блютуз больше или меньше приборов отображается обязательно напишите в комментариях и я более точно потом на этом приборе остановлюсь подключу оба устройства и покажу вам скриншоты могу сбросить ну я думаю вы заметили что разницы между этими двумя устройствами нету только в скорости передачи но я забыл одну вещь, упустил ее есть такие программы которые работают с ELM на компьютере и вот часто на компьютере нету блютуза, очень часто на ноутбуках, на планшетах нету есть Wi-Fi, нету блютуза и вот тогда вам будет удобно с компьютерными программами именно работать через ELM-327 который работает с помощью Wi-Fi его там прописываете в принципе там кое-какие даже настройки можно делать с помощью этого прибора ну интересные программы есть на компьютере конечно все равно у него функционал урезанный это не полноценный диагностический прибор но по двигателю вы многое сможете прочитать если вы хотите приобрести ELM-327 Wi-Fi или Bluetooth версию на Алиэкспрессе то есть я ссылочки оставил в описании на продавца, который проверен через которого покупал я там цены будут не самые низкие на Алиэкспрессе ну так если поискать но качество у продавца действительно хорошее платы хорошие в самих ELM-ках ну и работают они с ним у меня брака не было я работал до этого с другим продавцом и поставщиком там у меня была такая фишка что приходило вместо 1.5, 2.1 правда я вернул за них деньги в итоге но все равно было неприятно потратил на это время на этом все в принципе всем спасибо за просмотр пока Субтитры сделал DimaTorzok